Здравствуйте, меня зовут Дарья Петрова, маркетинг-директор цис-сегментов биткоин-стартап и биткан. Я живу и работаю в городе Шэньчжэнь, в Китае. Этот город является одним из мировых центров электроники и блокчейн-биткоин-индустрии. Наряду с айфонами компания Bitmain производит здесь айсик-манеры, на которых добыта львиная доля существующих сегодня биткоинов. Также здесь находится штаб-квартиры компаний, работающих в отрасли, таких как Financial Blockchain Shenzhen Consortium, обменяющих более 30 компаний техно- и финансовой сферы. Организация сфокусирована на работе по применению блокчейн-технологий на рынках ценных бумаг, банковской, страховой и других сферах. Сегодня я бы хотела поговорить о четырех вещах. Это компания Bitmain и приложение с функцией OTC, это технология блокчейн в Китае, роль Китая в биткоин-индустрии и текущее состояние биткоин-индустрии в стране. Как описать вовлеченность Китая в биткоин-индустрию? Как и у всего в Китае масштабы поражают. Я подобрала для вас некоторые цифры. Только одна компания Bitmain владеет 100 мегаваттами майнин-ферм. Это примерно половина китайского майнинга. Для сравнения, мощность первой в мире атомной электростанции Омнинская АЭС 5 мегаватт. Майнеры биткоина в Китае тратят на электричество около 7 миллионов долларов в месяц. Это 84 миллиона долларов в год. Таким образом, каждый второй биткоин добывается в мире, в Китае, а каждый четвертый на оборудовании компании Bitmain. Более 80% оборота биткоина в мире приходится на три основных китайских биржи. Хочу отметить, что бумажные деньги были изобретены именно в Китае в 8 веке нашей эры. Компания Bitmain и приложение OTC. Я бы хотела рассказать про основателя нашей компании Эдварда Лиу. Он был одним из первых майнеров биткоина. Он видел, что биткоин ждет большое будущее. В 2012 году в Китае не было быстрого, легкого, удобного способа просматривать информацию о рынках криптовалют на одном ресурсе или настраивать индивидуальные уведомления по ценам. Тогда Эдвард Лиу сделал такой китайский сайт. Сейчас все эти вещи мы воспринимаем как должное. Поначалу это был простой веб-сайт. Им пользовались люди, которые общались на тему биткоина в популярном китайском чате QQ. Они сами рассказывали, какую информацию было бы видеть полезно. Например, информацию по майнингу, пулам, новостям индустрии. Затем было разработано приложение. Все остальное уже история компании. Несколько лет спустя люди, которые общались в этой китайской QQ-группе, стали известными в биткоин-индустрии Китая. А сайты-приложения, которые создал Эдвард, называется «Биткан», являются самым читаемым новостным сайтом биткоин-индустрии Китая. Приложение «Биткан», которое представляет из себя P2P-торговую платформу, доступно для скачивания на Android и iOS. В приложении доступны инструменты для мониторинга майнинга цен на всех крупных биткоин-биржах мира. Доступны индивидуальные удавления по ценам, настройки и удавления об изменении цен. Представлены из графики японских свечей, реализован индикатор глубины рынка. В приложении также публикуются новости индустрии. Собраны все важные новостные ресурсы, такие как Bitcoin.com, CoinDesk, B2C.com, китайские самые главные, P2C, ChainBee, Bitcoin, Bitcoin Magazine, Cointelegraph. В приложении также есть кошелек. Обмен рублей на биткоины или биткоинов на другие валюты можно совершить прямо в приложении. На сегодняшний день в приложении доступны 10 основных валют. Это рубли, доллары, евро, юан, тенге, фунты, стерлингов, гонконгские, сингапурские, доллары, иены. По мере запросов от трейдеров мы добавляем необходимые валюты. Если выбрать валюту, в которой будет совершен обмен, то приложение покажет список потенциальных покупателей и продавцов. Также будет представлена подробная информация о трейдерах, как количество совершенных сделок, торговые лимиты, предпочитаемый способ оплаты и, самое главное, репутацию. Для трейдеров нет ограничений способов оплаты, потому что трейдер сам указывает, на какой счет он хотел бы получить деньги. Способы оплаты видны всем другим пользователям. В приложении также можно обмениваться сообщениями напрямую с другими трейдерами. В приложении есть мониторинг майнинга. Майнеры могут сделать настройки на сайте и следить за показателями своего майнингового оборудования через приложение. Мы также понимаем, что не всегда сделки проходят бесперебойно, когда люди торгуют напрямую, случаются споры, ошибки, технические вопросы. Поэтому в нашем приложении доступна служба поддержки. И компания также будет выступать в качестве посредника в случае возникновения спора. Мы разработали биткам, чтобы показать и новичкам, и опытным участникам рынка криптовалют, что пользоваться преимуществами биткоина не сложнее, чем привычной банковской картой. Благодаря использованию встроенного электронного кошелька можно распоряжаться своими средствами в любой точке мира, где есть доступ к интернету. А благодаря интуитивно понятному интерфейсу купить-продать биткоины или оплатить ими товар или услугу сможет каждый, кто пользуется мобильным телефоном. При этом мы не требуем предоставления какой-либо банковской или другой финансовой информации. Биткам как P2P-платформа отличается от традиционных биткоин-бирж удобством использования, обменной расчетах и биткоинах. Китайские пользователи давно оценили удобство использования мобильных устройств в сфере расчетов и домашних финансов. Крупнейшие вне банковские плодежные системы в стране, такие как WeChat и Alipay, используются именно на мобильных платформах. Они же наряду с банковскими онлайн-транзакциями являются самыми популярными направлениями в обменных операциях с биткоином. Приложение безопасно. Безопасно, потому что мы используем холодные и горячие кошельки для сохранения биткоинов пользователей. У нас реализована многоуровневая сетевая архитектура, важные данные и службы надежно скрытые за внешним веб-сервером. Сервера имеют горячее резервирование. У нас есть двухфакторная аутентификация с подтверждением каждой транзакции. Это пользовательский пароль и пароль безопасности. В дополнение к этому, при переводе больших сумм пользователь получает SMS-подтверждение. Сейчас компания разрабатывает веб-версию функции обмена биткоинов на сайте. Функция будет доступна совсем скоро. У наших разработчиков также есть план долгосрочного развития, направленный на улучшение приложения. Например, интеграция с платежными системами, которые имеют API-интерфейс, чтобы была возможность завершить оплату прямо в приложении, как, например, с Alipay. Также мы разрабатываем вход приложения через сторонние системы, как Google-аккаунт или Facebook. Следующее, о чем я расскажу, это технология блокчейн в Китае. С начала 2016 года блокчейн стал горячей темой в Китае. Многие компании создали специальные отделы, которые стали заниматься изучением и разработкой технологии блокчейн. Китай занимает три позиции в топе десяти блокчейн-венчурных капиталов. Это Vansian Blockchain Lab, Shubei Ventures и IDG. Постоянно уходят на рынок стартапы. Если говорить о блокчейн-проектах, блокчейн-технологии интегрируются и в существующие платежные системы. Подразделение китайской корпорации Alibaba, компания Alipay, это как китайский вариант PayPal, 350 миллионов пользователей, сообщило о том, что разрабатывают облачную блокчейн-платформу. К слову, Alipay является самым популярным способом оплаты при покупке и продаже биткоинов в нашем приложении. Компания Baidu, это китайский аналог Google, инвестировала в американскую блокчейн-компанию Circle. Компания строит глобальную платежную сеть, которая позволит пользователям приложения мгновенно обменивать фунты стерлингов, юань, евро и доллары путем преобразования биткоинов с введением учета и регистрации сделок в блокчейне. Блокчейн и пример реализации. Китай также участвует во всем известной поставке хлопка, которая обменяет блокчейн, смарт-контракты, интернет-вещей. Еще один блокчейн-проект, который касается Китая, это эксперимент американской торговой сети Walmart по внедрению системы, позволяющей отслеживать информацию о продуктах питания на их пути от производителя до конечного потребителя. Первым таким продуктом станет свинина китайского производства. В Китае на сегодняшний день направлением блокчейн занимаются несколько крупных консорциумов и институтов. В мае этого года компания Пинань присоединилась к блокчейн-консорциуму, возглавляемому R3. Это первая китайская компания, которая вошла в команду крупнейших мировых банков и институтов с целью разработки финансовых технологий нового поколения на базе концепции распределенного и реестра. За этот год в самом Китае было создано два крупных консорциума, это Шинчжэнь консорциум и Чайна Леджер. Они занимаются исследованием технологии блокчейн в области финансов. Государственные органы Китая на деле, зная, как технологии блокчейн способствуют развитию экономики, уверен в том, что переживают новую технологическую революцию, и блокчейн имеет всеобщее значение для экономического и социального развития. Участие госорганов позволяет принять участие в стандартизации блокчейна на самом раннем этапе. Три недели назад Министерство промышленности и информатизации КНР выпустило руководство по применению блокчейна. В нем подробно описываются преимущества технологии блокчейн, рассматриваются многие отрасли, особенно выделяется финансовый сектор как один из первых секторов возможного применения технологии блокчейн. Документ называется «Руководство по технологии блокчейн и разработки приложений». Работа началась еще в августе этого года. В качестве первоочередной области применения указывается финансовый сектор, где технологии возможно использовать для идентификации пользователей, управления активами и ценными бумагами, клиринга и расчетов. Помимо финансового сектора, в список возможных секторов применения инновационной технологии входят такие нефинансовые отрасли, как образование, соцобеспечение, цепочки поставок, производство и индустрия развлечений. Все эти области страдают от проблем, которые сокращают эффективность и повышают расходы. В документе говорится, что самой проблематичной сферой является сфера платежей, особенно это относится к небольшим транзакциям. Среди других возможных применений в документе отмечается создание цифровой фиатной валюты. Необходимость разработки стандартов для индустрии блокчейна упоминается в документе. В документе описывается пять категорий стандартов. Это основы, процессы, методология, доверие и функциональность, приложение, бизнес и информационная безопасность. В качестве срока установки этих стандартов указывается октябрь следующего года. График стандартизации состоится из четырех этапов. Это предварительная разработка систем, разработка стандартов, испытание продвижения и совершенствование системы. Нам, как россиянам, также интересен блокчейн в разрезе российско-китайских отношений. Центральные депозитарии Китая и России подписали меморандум о взаимопонимании. Стороны договорились обмениваться опытом, информацией и развивать сотрудничество в сфере депозитарных и расчетных операций. Операционного взаимодействия через корреспондентские счета, проведение корпоративных действий, а также информационных сервисов. Было решено координат у Сирвия по исследованию возможностей использования технологий блокчейн в посттрейдинге. Я бы хотела рассказать о роли Китая в биткоин-индустрии. Почему? Почему Китай играет такую важную роль в биткоин-индустрии сегодня? Можно назвать три основные причины. Это быстрый и легкий доступ к производителям оборудования. Это недорогая электроэнергия. И третья причина – это присущий азиатам интерес к деньгам и торговле на валютных рынках. Наша компания Биткан базируется в Шэньчжэне. Город известен как Китайская силиконовая долина и является технологическим центром производства оборудования в Китае. Город расположен в специальной экономической зоне провинции Гуандун и граничит с Гонконгом. Если нужно организовать производство электронного оборудования, например, специально разработанного для биткоина айсик-майнера, Шэньчжэнь подойдет как нельзя лучше. Если какая-то компания производит майнинговое оборудование, ее конкурентные преимущества в приобретении новейших передовых айсик-чипов в массовом масштабе, находясь в Китае, можно заполучить новейшие технологии намного быстрее. Вторая причина — это недорогая электроэнергия. Как нам известно, 0,2-0,3 юаня — это примерно как 2-3 рубля. Стоимость электричества за 1 кВт. Крупнейшие майнинговые фермы находятся в провинциях Сычуань, Синьцзянь, также во внутренней Монголии. Третья причина — это присущий азиатам интерес к деньгам и торговле на валютных рынках. Китайцы используют биткоин в основном для краткосрочного инвестирования и обмена. По сути, валютный рынок является очень популярным в Азии. В Азии люди предпочитают торговать валютами, а не инвестировать в акции и даже в собственность. Отчасти это связано с культурой, отчасти с историей. Небольшое количество людей в Китае использует биткоин для оплаты в интернете, например, пакетов Steam. Но все-таки это незначительная часть биткоин-индустрии. Следующий пункт — это текущее состояние биткоин-индустрии в стране. Раньше бытовало мнение, что китайское правительство категорически против биткоин, и оно запрещало людям использовать их. Биткоин никогда не был запрещен в Китае. Правительство просто рекомендовало не вкладывать все свои сбережения в биткоин. Кроме этого, в Китае не было никогда серьезных привязаний. В Китае популяризация и развитие интернета в Китае в сочетании с огромным населением создали самое большое количество пользователей биткоин в мире. По данным Хооби, число пользователей выросло от 100 тысяч до 2 миллионов человек на сегодня. Согласно исследованию, проведенному биткоин-биржей Хооби, 80% игроков из Китая на данном рынке используют биткоин для излечения краткосрочной прибыли. 13% используют биткоин в качестве долгосрочных инвестиций. 2% делают делочные переводы. И 1% осуществляет оплату с помощью биткоина. 4 декабря 2013 года Народный банк Китая совместно с Министерством промышленности и информационных технологий и рядом регуляторных комиссий финансового сектора выпустили совместное уведомление. Это аналог постановления в российском законодательстве о предотвращении рисков, связанных с биткоин. В этом документе мы видим следующие регулирующие положения. Биткоин не является законным платежным средством, обязательством или валютой. Биткоин является специфическим виртуальным товаром, не имеющим соответствующего законного статуса валюты. Он не может и не должен обращаться на рынки в качестве валюты. Банкам и другим финансовым учреждениям запрещено использовать биткоин. А именно, в рамках борьбы с отмыванием денег запрещается устанавливать цену биткоин на товар или услуги, заключать страховые договора относительно биткоина, покрывать биткоин страховкой, создавать или обслуживать биткоин инфраструктуру, включая трейдинг, клиринг, прием биткоина в качестве платежного средства, запрещается обменивать биткоин на юань или другие валюты, это финансовым учреждением, оказывать сберегательные и трастовые залоговые услуги, создавать связанные с биткоин финансовые инструменты и использовать биткоин в качестве инвестиций в трасты и фонды. Таким образом, для юридических лиц в Китае биткоин находится под запретом, но этот запрет никак не касается физических лиц. О борьбе с отмыванием денег. В то же время правительство Китая усилило надзор над соблюдением требований антимани-лаундринг биткоин-ондерстли. Была построена эффективная система идентификации в точках ввода, вывода биткоин, фиат, введены обязательные процедуры, уведомления о подозрительных транзакциях и другие обязательные к использованию инструкции. Это накладывает некоторые ограничения на анонимность биткоин в Китае. К примеру, для любой китайской биткоин-биржи обязательно соблюдение правила KYC, know your customer, строгая идентификация владельца аккаунта. Таким образом, вы не найдете в Китае большого количества предприятий, принимающих биткоин. Китай доминирует в майнинге и торговле, но там пока что практически никто не использует его в качестве средства оплаты. Сегодня ситуация меняется на глазах, но это уже тема для отдельного доклада. Если говорить о биткоин-стартапах и компаниях. Следующий слайд показывает цену биткоина за 2012 и 2016 годы. Возвращаясь к 2011 году, в Китае появились первые две биткоин-компании. Это B2CC и первая криптомидия по B2C. В ноябре 2013 года цена достигла исторического максимума. Этот рост цены способствовал появлению множества биткоин-стартапов. Можно заметить, что компании, основанные в 2013 году, являются более стабильными и рентабельными. Такие как OKCoin или Hobby. Не могу не сказать, что еще одним стартапом биткоин-индустрии стал BITKAN, разработанный командой бывших менеджеров азиатского гиганта на рынке электроники Huawei. Именно в этой популярной молодой амбициозной команде я с удовольствием работаю над тем, чтобы сделать биткоин еще популярнее и доступнее каждому. В начале этого года Народный банк Китая объявил о планах создания собственной цифровой валюты. Она будет отличаться от биткоина и других криптовалют, а ее выпуск и обращение мало чем будет отличаться от традиционных валют. Использование цифровой валюты поможет повысить эффективность взаиморасчетов и ускорить модернизацию экономики. Подводя итоги моего выступления, прошу обратить основное внимание на стартап BITKAN, в котором являюсь маркетинг-директором. Мы разрабатываем приложение, о котором я говорила в начале презентации. Несколько месяцев назад мы получили инвестиции 1,6 миллионов долларов от Bitmain, главного китайского производителя майнинг-машин. И мы используем эти средства по большей части, чтобы стать международным сервисом. За последние несколько лет на сайте BITKAN можно было получить последние новости биткоин-индустрии, информацию о ценах и майнинге. Сейчас мы самые популярные в Китае, и мы стремимся стать международным популярным сайтом в индустрии биткоин и криптовалют. На данный момент приложение доступно на русском, английском, китайском и японском языках. Скоро будет доступна версия на испанском. Мы действительно настроены стать международной платформой, преимущественно превратиться в значимый сервис биткоин-индустрии. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, готовы ответить. Отлично. Ни для кого не секрет, что биткоин уже стал глобальной китайской корпорацией. Самые крупнейшие пулы – это китайские, самые крупнейшие биржи – тоже китайские. Оборот биткоинов в сутки – около 15 миллионов биткоинов. То есть, по сути, оборачивается в сутки вся денежная масса. Скажи, пожалуйста, можно ли назвать… Шэньчжэнь, ты сказала, да? Да, город Шэньчжэнь. Криптовалютной столицей Китая. Где эпицентр вообще криптовалютного мира в Китае? Ну, вообще, если смотреть по стартапам, то большинство биткоин-проектов Айнии именно в Пекине. В Пекине очень много разных конференций, много метапов, люди общаются, встречаются. Если говорить о блокчейне, то это уже Шанхай. Там много разных блокчейн-проектов также. Я знаю, что самые крупнейшие майнинговые фермы в Китае как раз находятся у этой самой большой гидроэлектростанции. Была ли там, не знаю, может… Нет, пока что не была, но вообще у наших партнеров там есть, например, провинция Сычуань и во внутренней Монголии, также Синьчжэнь. Отлично. То есть три основные. Давайте теперь вопросы. Скажите, пожалуйста, я так понимаю, что вы составляете некоторую конкуренцию local bitcoins, если я правильно понял. Вы каким образом собираетесь конкурировать с ними, если можно? Здравствуйте. Да, совершенно верно. Local bitcoins — это наш основной конкурент, и мы собираемся забрать у них часть рынка. Но на самом деле не то, чтобы забрать. Если смотреть статистику, то именно P2P обмен, этот P2P, когда обмен вне биржевой, напрямую между двумя пользователями, он сейчас растет во всех странах. И особенно в России, и в Китае. Поэтому как мы собираемся конкурировать с этим единственным огромным конкурентом? Во-первых, наша платформа — это приложение для телефона. Что такое приложение для телефона? Это телефон. Телефон он всегда с собой. Как мы знаем, что сейчас управление многими процессами в мире, особенно в Китае, переходит с десктопа на телефон. Поэтому мы считаем, что пользоваться биткоинами должно быть так же удобно. То есть он всегда должен быть с собой. Поэтому мы выпустили в качестве приложение. То есть у нас есть приложение, а у LocalBitcoins версия доступна только на сайте. У нас тоже скоро появится версия только еще и на сайте. Но все-таки с приложением именно удобнее. Особенно для тех, кто постоянно куда-то уходит с рабочего стола, и кто совершает обмен фиата на биткоин несколько раз в день. Также наше преимущество по сравнению с LocalBitcoins является то, что наши друзья, инвесторы Bitmain, недавно они инвестировали 1,6 миллиона долларов, как я сказала. То есть у нас есть хорошие инвестиции, чтобы именно развивать наше приложение. Также я считаю самым главным преимуществом для трейдеров, кто сейчас на LocalBitcoins, преимущество нашей компании – это процент, который мы берем с трейдера. Если LocalBitcoins берет 1% с оборота, мы берем 0,3%, то есть меньше. Это очень нехорошо для трейдеров. Отлично, спасибо, Дарья, за материал. И я приглашаю на сцену. Давайте поаплодируем. Продолжение следует...